ну привет это невзоровский следы и у меня сегодня как видите особо очаровательная собеседница кстати как дима поживает александр глибович я рада вас приветствовать все нормально приветствую наших зрителей на наших youtube каналах на вашем youtube канале и на наших нескольких youtube каналах и сразу хочу вас поздравить потому что это погоди это погоди мы этого коснемся потому что есть вещи гораздо более важные и гораздо более кровоточить и для тебя и для меня и для украины и для россии и для всего не потому что смотри я вижу очень неприятную тенденцию путин все сильнее начал напоминать такого дятла свихнувшегося дятла мутанта у которого вне место носа ржавая ракета и он долбит долбит причем вот эта смертельная долбежка которую он устраивает по мирным жилым кварталам многоэтажкам понятно что не закончится мы говорим не только о том что было в харькове недавно мы говорим еще и о том что будет да мы понимаем что он не в силах сменить тактику он не в силах придумать ничего нового и что каждым конечно ударом он вколачивает новый гвоздик в тот групп который доброе человечество уже мастерит для путина и для его режим понятно что там бегает столяр байден летят стружки носят бахрому специальную но это они все делают метод групп мастерят очень нет меня смущает что во первых как как долго они будут строить во вторых я вижу что это долбежка для нашего спятившего дятла в кремле она длительна конечно и для него самого потому что сотрясенные уже мозги у него же нет такого механизма который есть у настоящих дятлов которые предохраняют мозг при серии ударов от сотрясения и вот это вот взбалтывание его мозга по двадцатому тридцатому разу это же какой там гоголь-моголь в этом черепе номер один и остановиться дятел этот не может результата не будет дятел глуп дятел не видит что это не дерево а бетонный стол но к чему я всю эту тираду зачем все это красноречие исключительно к тому что все то что было проанонсировано все то чем тебе мне миру портили настроение про какие-то наступления про какие-то новые шаги про новые тактики про выученные уроки мы видим что всего этого не мы видим что вот вчера можно посмотреть телеграм-канабы мы и я там разместил очередное ну жуткая конечно видео из-под бахмута где видно как в отбитом свеже отбит макута многослойно лежат трубики то ли мобиков то ли зеков сейчас уже не разберешь они очень похожи одинаково одеты и одинаково лежат простуженные трупы понятно что вот их как кинули в эти окопы так они там лежат и даже до офицерье разбежалась от окопов хотя в общем довольно прохладно тянет мертвичиной гнилью там почти за километ мы видим что никаких изменений тактики нет и что у путинской военной машины хватает мощи военной мощи для того чтобы там грызть окраины бахмута грызть окраины угледара там любая нормальная армия она бы стеснялась сообщать о таких победах что вот здесь сарай взяли а здесь овладели воронкой от взрыва но тем не менее мы понимаем что а именно эта тактика конечно это приятно потому что всегда неприятно обнаружить у противника какие-то умственные способности или способность обучаться мы их не видим это уже хорошо извини я тебя перебил да что вы вы сделали это прекрасно я готова вас слушать дальше ну вот смотри тогда слушай дальше вот в эту маленькую маленькую по меркам планеты вороночку украинской войны начинают затягиваться все новые и новые и новые государства просыпаются понимание того что если сейчас не будет окорочена россия и обезоружена и расформирована то она вновь несет удар по миру потому что эта страна войны при том что ты видишь да что заплачено за какую-то они бредят какой-то победы они до сих пор бредят победы кстати недавно вылез красавец трамп бодро зачесал свои желтенькие волосы и сообщил что победит все равно россия ты это слышал да ну я видела он сказал что он бы за сутки вообще завершил эту войну и что это такое байдену что вот сначала даем самолет и ракеты а потом что ядерное оружие надо давать нет и дойдет до этого безусловно дойдет конечно но трамп показал что он вообще не понимает природы этой войны природа войны такова что в ней победы как таковой быть не может ни у кого у путина не может быть победы потому что если его шизофренические мечты каким-то чудом сбудутся то это будет не победа это будет оккупация украины то о чем он мечтает всей украины то есть огромная общая война развалится на тысячу маленьких пылающих войн которые надо будет содержать кормить человеческим мясом по и человеческой кровью снабжать железом чего россия делать не в состоянии победа для россии как себе ее видит путин это страшная губительная штука для украины тоже не может быть как таковой победы почему потому что даже если она зачистит от зэков и мобиков и донбасс и крым и все свои территории она выдавит за пределы свои все орды путинские но это не будет победой потому что все равно россия затаится и использует первые же удобный случай для того чтобы напасть снова чуть-чуть усилившись то есть понятно что это что-то новое в вашей риторике вот я от вас этого не слышала я лично победе украины не сомневаюсь в том что считать победы не забывай что у зеленского есть очень благородная поза и как я понимаю это поза общее вообще для всех украинцев мы очищаем территорию мы выдавливаем и после этого наступает некий мир с россией не может быть мира нет не совсем так мы освобождаем наши территории на 91 год мы получаем гарантии безопасности но условно говоря прием украины в нато а россия должна кроме того что выплачивать репарации вот главная история которая должна произойти с россией чтобы наступил мир не только на украина российской границы а в принципе в мире это то что россия должна быть деноцифицирована демилитаризирована включая денуклеизации самое основное это ядерное оружие у россии как его отобрать и деимпериализирована то есть вот если эти процессы не произойдут то конечно у нас на границах всегда будет бомба замедленного действия олеся понимаешь все то что ты сказала это краткое изложение полной ликвидации страны как таковой потому что россия без ядерного оружия россия без обрицания обычным оружием россия без возможности оккупации соседей и внутреннего насилия это уже никакая не россия слава богу и ты не понимаешь что вот этот процесс который будет рано или поздно открыт он ведь он не принесет никакого облегчения потому что вот тут грандиозный распад который не минуем он ведь заденет и союзи тоже это тоже не будет вот победы в обычном красивом однодневном легком смысле этого слова конечно не будет плюс не забывай что они готовы кинуть в толпку войны вообще мы уже видим что у них двуглавый орел закукарекал по фене да мы видим что они пожертвовали самым главным то есть мифом а имперской россии священностью своих знамен аксельбантами погонами русского офицерства они сделали движущей силой войны уголовников безусловно осквернив знамена понятно что ничего генерического таким образом они не добудут и понятно что то чего они хотят то есть оккупации и победы даже если это предположим там в страшных снах вследствие какого-то немыслимого чудо могло бы сбыться то цена этой победы там в тысячи миллионы раз превышает ее ценность и путин ведь смотри он же действительно не прекратит он никогда не признается что это была ошибка что это было преступление что он накосячил для этого признания нужна истинная храбрость но там нет даже не истины и вот он сейчас будет мотаться сейчас задвинут пригожину и выдвинут генерала и путин как смертельно больной будет бросаться ток пригожину то генералом убедившись в глупости импотентности и старопердичестве того же самого герасимова он снова кинется к пригожину ему все равно кто ему все равно кто для него выиграет эту войну он так и будет метаться между зэками и генералами передавая скажем так пальмо пальмо фаворитизма из одних рук в другие но он не может остановить войну по одной простой причине он никогда или не прекратит хотя бы миллион трупов лежала на донбассе вот помнишь да у него когда перед февралем него был такой забавный потешный костюмчик средненький весьма сложного хитрого подлинг кого но такого хитрого парня с которым можно договориться и он в этом костюмчике гулял по сцене международных отношений но феврале он сжег этот костюмчик он оделся в войну он одет в эту войну и если ее не станет он перед всем миром предстанет дряблым голым мертвым это единственное что у него есть он ест войну он пьет войну он одет в нее поэтому он будет ее продолжать абсолютно вопреки любому здравому смыслу он будет продолжать ее в любом случае мы видим да что у них действительно произошел сдвиг по фазе когда официальные лица люди которые представляют сегодня россию дают интервью в репликах о том что вот давайте-ка значит написаем этому человеку на лицо нет ну ты слышала да 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 сейчас похватились поняли что биографии героев войны надо каким-то образом прятать потому что выясняется что каждый из героев как минимум отягощен там тремя питье убийствами но это невозможно потому кстати тот же самый пригожин он дал разгон огромный разгон блатному и уголовному привкусу этот разгон настолько силен что никакими законодательными мерами его не усмирить и не затихарить скажем так ну а вы видите как россии это понравилось как с каким удовольствием она приняла вот эту культуру эту манеру общения жизни ну подожди мы с тобой на эту тему еще поговорим я просто хочу объяснить тем кто в украине нас слушает чем это чем наш разговор важен для украины потому что вот то естественное презрение та естественная брезгливость которая сейчас вызывает слово россии и украине и необходимо преодолевать потому что противника надо знать очень хорошо и вот эти все внутренние события в россии о которых мы тоже поговорим они свидетельства той чудовищной патологии и украинская война и происходящее на фронте это проявление той же самой патологии тех же самых это другой конец тех же патологических процессов которые происходят в россии и все события в россии они намертво увязаны с происходящими на войне мы уже убедились да что этот дятел бьет бетонный столб и мы абсолютно не понимаем в какой банке огромные банки какой пункт камеры уместится россия которые будут рассматривать следующие поколения как нечто чудовищное мы не понимаем все абсолютно что происходит в россии абсолютно не понимаем потому что социология мертва она задушена и ее мертвой рукой кремль рисует какие-то нужные циферки абсолютно от балды мы слышим как шкварчит бурлит пузырится великая параша пропаганды она стала бурлить еще сильнее еще выше пузыри еще дальше летят брызги этой параша ее утроили в нее влили еще денег он но все это только для того чтобы скрыть во первых позор на фронте позор на фронте и проигрыш в чехии где президентом стал человек которого лично путин боится и ненавидит проигрыш в европе потому что не получилось синергетического кризиса в европе она не замерзла она по-прежнему с необычайной широту и щедростью тратит газ свет она вся озарена освещена согрета и этого не получилось продолжается идет продолжается поставка вооружения то есть проиграно все тем не менее тем не менее мы не понимаем истинных настроений вот по поводу того что ты говоришь что вот эта вся блатная романтика блатная лексика очень легла очень пришлась ко двору очень понравилась россии мышь кликуш в россии очень много и но есть такое понятие как эффект воя когда слух выбирают наиболее яркий звук и на основании этого звука уже выстраивает себя всю звуковую картину и вот мы видим да что по косвенным признакам по косвенным признакам мы можем угадывать что не все так хорошо не все так благополучно вот обратим внимание путин сегодня издала очередной указ абсолютно бреду всегда о том что надо как можно больше привлекать молодых людей на госслужбу и в чиновники при том что никогда еще россия не была покрыта таким толстым слоем чиновников никогда она еще не задыхалась под этой чиновничьей массой я тебе скажу что сейчас в россии чиновников при сохранении всех административных единиц в семь раз больше чем было при им цене а путин хочет еще удвоить утроить это количество почему потому что он убедился что за дни войны единственное сословие где не проснулась ни капли чести разума достоинства откуда не не взошел ни один протест это сословие чиновников вот за воровство за возможность воровать за возможность респектабельно дармоедствовать они абсолютно этим человеческим достоинством пожертвовали мы видим что чиновничье сословие мертвого и что путин не случайно хочет еще и еще увеличить количество этих своих батараков мы видим как сейчас происходит нащупывание вот этих вот болевых чувствительных точек у людей когда давят на самый вульгарный самый примитивный и преступный вариант патриотизма потому что патриотизм может быть и преступным мы помним воспоминания из майданка из аушвица когда человек отказывался включать подавать газовый газ в камеры но ему говорили ты немец этого требует от тебя твоя родина и он там вытирая слезы и сопли движимый исключительно патриотизм это делал ведь путин предлагает какую разновидность патриотизма вот перед вами 500 человек насилуют ребенка эти все 500 русские что вы должны сделать вы тоже должны расстегнуть штаны вот такая логика патриотизма и этот патриотизм внедряется надо сказать очень сильно мы видим что ну да есть там в россии сейчас одиночные протесты артистов там есть умные но очень там осторожные песенки слепакова есть двусмысленности певиц но мы видим что очень сильно потускнел протестной формы мы видим что очень многие выдохлись и задора задора боевого не растеряли только единицы не только в россии но и в эмиграции то есть те кто хотел протестовать они в основном выехали уже потому что война большая война идет фактически год скоро как будет а остальные кто остался вот если вы говорите о соцопросах которых нет на самом деле но для меня главный соцопрос это вижу я на улицах москвы питера хотя бы протесты которые идут чтобы снести действующую российскую власть их нет нет их нету их нету и их сейчас не может быть при том что наверное до всех уже дошло что вот это поражение россии поражение в войне это уже дело чести и нато и всей земной цивилизации хотя и это я тебе повторяю не принесет той самой победы и облегчения да если даже она будет полностью расформирована и обезоружена даже если будет вывезено все ядерное оружие даже если вычистят от зэков и мобиков это не победа потому что начнутся страшные внутренние процессы вот представь себе на секунду вот что будет с россией что будет с мозгами пенсионерок школьников училок когда в россию сразу одномоментно хлынет вся правда о том что происходило и происходит в украине о всех преступлениях о всей чудовищности и всей глупости представь себе до какой степени будут забиты психушки а я вам скажу а ничего не произойдет германия в свое время прошла этот процесс который назывался денацификация населения и ничего смотрите как живет сейчас хорошо тот же самое придется пройти этот болезненный болезненный процесс который в том числе одно это же огромное да огромный пласт всего то есть это ряд действий начиная от работы телевизора пропаганды заканчивая работой в школах и так далее но а что делать что делать огромная работа которую делать будет некому потому что это все будет на фоне действительно развала и непонятных ситуаций и я честно говоря не представляю себе как там можно жить дальше потому что ну да но есть огромное количество дур библиотекарш директоров детских садов мелких депутатов которых сейчас вынудили на камеру рассказать как они поддерживают спецоперацию как они молятся на букву зю это испуганные дуры но именно их потащат линчевать когда вскроется правда и когда начнется очередная великая смута и кто смута а вот я вам задам вопрос а вы же наверное не сомневаетесь что когда украина победит когда путин и ближайшая власть будет свергнута то первым что сделают пропагандисты которые сейчас бьют себя в грудь рассказывая вот но о том какой великий путин и русская армия там соловьев скобеева симонья ну их там много мы все эти фамилии знаем первое что они сделают это побегут на экраны пока будет доступ и будут рассказывать что не виноватая я там у кого-то дети были в заложниках у кого-то еще что то на самом деле они всей душой и сердцем за украину и с америкой вот дольче габбана же доказательства все это время носила тайные знаки подавала но это их не спасет они все равно на скамье подсудимых рядом там же с путиным окажутся это частности меня абсолютно не волнует судьба соловьева или скобеев но я говорю о тысячах других людей которые будут линчевать и я не думаю что кто-нибудь сможет спокойно пройти мимо этих визгов вопли растерзанных теток которых тащут на фонаре кто-то должен будет ответить я думаю что все эти соловьевы и скобеевы успеют либо сбежать либо спрятаться либо их возьмут под особый надзор трибуналов ну вот смотри мы все таки все таки имеем право на один интересный вывод один крайне интересный вывод мы имеем косвенные признаки серьезного путинского страха и эти косвенные признаки ну знаешь как в астрофизике порой наличие космического тела мы определяем не потому что мы видим его в различные телескопы а потому что это космическое тело влияет на орбиты других планет и это довольно точные довольно точные наблюдения вот мы видим что в украину на донбасс посылаются только какие-то весьма жалкие ошметки от росгвардии и очень жалкие части полицию как жалкие это в основном операторы работали на земле которые представляют наибольшую ценность которые всю жизнь специализировались по уголовке и вот туда их забросили а полмиллиона бугаёв абсолютно лиценцефальных лиценцефальных это значит гладкий мозг решенный каких бы то ни было извинен выкормленных тупых кабанчиков которые надрессированы лупить дубинками полмиллиона никто не трогает и никто никуда не посылает и вот эти заточенные на избивание детей безоружных студентов они в абсолютной неприкосновенности и ждут своего часа возможно вот наш вот когда мы говорим о социологии тут тоже очень важно сделать точную и важную поправку смотри возможно как вот социология это совсем не так просто социология это не старушки у метро и не записывание у меня мне довелось общаться с большими крупными в том числе и российскими социологами которые показывали мне фокусы этой профессии я не буду сейчас называть потому что я же беглый каторжник и знакомство со мной может недорого обойтись и я думаю что в социологии очень много методов и приблуд с помощью которых из самой странной картины путем вычисления того что могло влиять на этот вычисление среды в которой этот ответ был до вычисления того как был задан вопрос получается более не менее правильный ответ который свидетельствует вероятно о совсем не таких оптимистичных для кремля цифрах это такая вот то что предлагается социология сегодняшняя открытая это вообще не социология но я подозреваю что кремль имеет и какую-то реальную картину иначе бы он не сохранял в неприкосновенности все эти аппараты подавления внутри страны не держал бы их такой боевой готовности поэтому когда меня спрашивают возможен ли взрыв возможен он все равно возможен он более того все равно неизбежен потом есть еще один интересный признак я посмотрел данные по цифрам и убедился что вот есть совершенно феерический успех фильмы чебурашка да 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 причем надо понимать что это билибердак лишенная всякой связи с реальностью всякой фильм чебурашка александр для тех кто не в курсе скажите пожалуйста они сняли фильм не мультик а фильм у них вышел фильм я не я посмотрел вот ровно рекламный ролик чтобы готовить к разговору с тобой просто чтобы понять о чем идет речь но я тебе скажу что это не фильм это полутора часовая эмиграция да да это полтора часа абсолютного бездумья забвения это реальность в которой нет путина где нет войны где нет пропагандистов это абсолютный бред и вот потребность в таком полном бездумье обычно возникает тогда когда есть предельная усталость если бы это был просто какой-то успех какого-то фильма наверное не стоило бы об этом говорить но он побил все рекорды он побил все рекорды просмотров при что он действительно главной роли я не знаю я не я не я пойми из всех извращений просмотр российского кино для меня это самое непонятное и чуждое извращение поэтому я просто смотрел роль понял о чем идет речь и посмотрел сумасшедшие цифры сборов прокате я думаю что это действительно в отличие от патриотического кино который никто не смотрит который регулярно снимается тоннами просто мы видим что вот этот полутора часовая эмиграция это то чего хочет россия смертельно по моему ненавидящая и путина и его войну но смертельно вы подошли к тому о чем я хочу вас спросить но хорошо путин не может физически закончить войну потому что для него это физически означает кончину но рядом с ним я сейчас не говорю про народ русский это отдельная большая тяжелая тема рядом с ним есть люди много людей не с энцефальным мозгом а те которые смогли заработать или украсть миллионы миллиарды долларов и которые сейчас по воле только его его по воле прихоти должны вместе с ним идти на кладбище и все эти миллионы и миллиарды вместо того чтобы кайфовать с ними просто кому-то подарить отдать и так далее но неужели у них вот за все это уже время когда понятно же что россия войну проиграла когда понятно еще раз говорю что дорога который повел путин не только себя их это дорога на кладбище неужели же у них не закрадываются мысль о том что можно решить проблему всю намного быстрее если они его уберут с ними то и запад и америка и украина возможно будет о чем-то говорить возможно закончит так чтобы жизнью сохранить а кто-то еще из них и деньги сохранит даже зависит понимаешь что этот вопрос не ко мне я беглый каторжник я далеко и сейчас у меня конечно остались все коммуникационные информационные скажем так связи но личных связей не осталось практически никаких понятно что но вот и знаешь да тут вылез красавец гиркин и рассказал про количество двойников путина так извините кирилл буданов глава нашей разведки украинской вот буквально вчера дал большое интервью вашингтон пост по моему где рассказал о том что да у путина есть двойники вот официально буданов ваш прекрасен и разведка украинская действительно наверное номер один сейчас после массада но да 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 но вы еще молод но мы еще посмотрим что вот то количество злости и то количество талантливости и несгибаемости есть для того чтобы стать и самой лучшей разведкой понимаешь меня немножечко всегда вот есть такой синдром как же он называется по моему он называется синдром каплерга это синдром когда всюду начинают видеть двойников вот я знаю путин достаточно давно я помню его мимику хорошо еще по старым питерским временам когда это все было в общем почти одна компания и нас еще не разметала по разные стороны баррикад и совершенно разных направлениях и я тебе могу сказать что зная его мимику зная особенности мышечной маски лица и зная те препараты которым подверглась эта мышечная маска лица и то как они действуют и будучи способным просчитать последствия воздействия этих препаратов я тебе могу сказать что это все равно мимика того человека вот то что я вижу мы не общаемся с ним как понимаешь но то что я вижу на крупных планах это несомненно тот же самый человек персонаж который где-то что-то возлагает или тискается с студентами там не видно минике поэтому я ничего не могу сказать при том что еще есть один признак того что основную роль основную роль там двойник то это вообще нормальная если бы у меня был двойник я был бы счастлив его отправить куда-нибудь там не знаю басманный суд чтобы он посидел и ну мы с тобой на эту тему еще поговорим если бы у меня был двойник я нашел бы ему применение то я думаю что если бы и у тебя была бы двойница ты тоже бы сморозил и что нибудь очень веселим двойник это нормально и для каких да существует опасность что двойник захочет заменить оригинал поэтому я бы с двойниками и стройниками была поосторожнее может быть но вот смотри плюс помимо мимики которую я могу экспертировать как анатомы и как специалист в этих вопросах более того мы знаем что мозг путина подвергся очень серьезному речи в свое время потому что он начал читать бердяева начал читать ильина ну вот употребление литературы такого рода вместе с конспирологическими брошюрами это но равносильно трепанации черепа полный снятием крышки черепа и разглаживание себе извилин головного мозга горячим утюгом то есть это то что на самом деле к сожалению приводит у низкоинтеллектуальных людей неподготовленных к принятию этого бреда но ты много видел всяких старичков конспирологов больных я думаю и ты знаешь стиль их речей вот они как раз проделали над собой эту жуткую экзекуцию той или иной литературы но вот зная особенности человека очень легко вычислить какое именно влияние на него окажет та или иная макулатура и вот интеллектуально в общем довольно хилый путин всегда он получает этот жуткий удар бердяевом миссюри филофеем идеями третьего рима дугиным и понятно что это именно он но получивший удар то есть мы видим что это несомненно по крайней мере на главных говорящих ролях это несомненно он а то что у него есть двойник сходить там гвоздички присунуть как по муниципальнику на пескаревке так в этом нет никаких сомнений я вот посмотрел на трансляцию этих возложений гвоздичек и глядя на совершенно равнодушную рожу снайпера я понял что снайпер знает что в общем этого не жалко да 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 не не принесет ты хотела про приговор поговорить я понимаю я хотела вас поздравить сегодня настоящий праздник потому что россия в очередной раз фашистская россия признала ваши заслуги в борьбе с ней с разрушением этого режима потому что сегодня вот как раз сегодня басманный суд москвы приговорил вас к восьми годам заключения так что александр глебович я считаю это хорошее достижение сегодняшней войны войне ну олесь я уже говорил я уже говорил и могу это только повторить что как ты понимаешь с моим языком и с моими способностями я могу отглумиться над этим судом и выяснить его но я никогда не буду этого делать именно потому что вот хорошо мне отсюда в безопасности вдалеке под надежной охраны под надежной охраной и в полной безопасности рассуждать на тему порочности преступности суда и его но каково тем реальным людям потрясающим храбрым добрым которые в отличие от меня не могут избавиться от этого зажевывания фашистскими челюстей а ведь сколько людей садится и уже сидит скольким людям поломаны судьбы сколько людей разорено унижено уничтожено и поэтому наверное вот так вот сидя в такой вот безопасности не надо было бы мне веселиться по этому поводу при том что да это но кстати говоря это любопытный но не редкий случай когда сам приговор является по сути дела преступлением и это в чистом виде преступления потому что на предложение анализировать материалы о бсе протоколы о материала саша этот то есть те материалы на основании которых собственно говоря я и рассказал и обучая и рассказал о в мариупольском раздуме они не были приняты судом во внимание были приняты во внимание только заявление министерства обороны но пардонте министерство обороны это обвиняемый в преступлении его мнение может рассматриваться только в самую последнюю очередь а мнение обвиняемого в преступлении было сочтено наиглавнейшим но я не хочу на эту тему действительно рассуждать и единственное я конечно был восхищен потрясен и лишний раз передаю привет вот этому адвокату по назначению посмотри она совершенно незнакомый мне неведомый человек которого назначил сам суд и ознакомившись с материалами дела это очень достойный взрослый прокурорский работник который ушел работать адвоката и ознакомившись со всей этой херней она подняла бунт я ее умолял уговаривал мы не имеем с ней личной связи я уговаривал ее через эфир не рисковать собой не подставляться но она подняла бунт она заявила про то что это подлость бред и беззаконие но в принципе я не возражаю мне дали восемь лет и как сама понимаешь меня это сейчас не очень беспокоит мне очень заботы александр львович но и тут встает вопрос а как вы с учетом вашего сегодняшнего опыта как вы советуете тем кто в россии хочет бороться с этим режимом хочет чувствовать себя нормально совестью жить в ладах спать нормально нужно уезжать и вот как вы реально разворачивать информационный фронт иной фронт вне россии потому что это можно сделать вне и вне россии сегодня это можно сделать либо же внутри как либо бороться внутри ну там нужно бороться привлекая собственно говоря и агитируя другое количество людей а и в связи с этим продолжение а собираетесь ли вы возвращаться в россию и когда вот вообще если у вас эти мысли я не собираюсь вообще потому что с моей точки зрения страна для меня по крайней мере совершенно безнадежно осквернена и если ты помнишь очень многие сбежавшие спасшиеся от гитлеровского режима так и не стали возвращаться потому что вот это вот чувство абсолютной оскверненности она наверное никогда не позволит относиться к россии или к тому что от нее останется неважно будет ли это отдельно некое федеративное устройство с петербургом и москвой не я не смогу скорее всего то есть я понимаю что все это закончится довольно быстро я понимаю что все приговоры там будут отменены это все ясно и возможно меня там будут ждать но я не поеду во первых у меня нет ни малейшего намерения заниматься как будто ни было политикой во вторых я считаю что в россии все равно нельзя жить в ней нельзя жить я вот только что вернулся из канады у меня там был довольно большой с очень сложными переездами тур выступление это были просто выступления в больших залах в торонто торонто как называют франкоязычные жители торонто в монреале в октаве я посмотрел на этих людей я посмотрел на эти залы полные там в основном были украинские и русские эмигранты украинцы которые спасались от войны в основном это были женщины в основном это были пожилые или очень молодые женщины и дети разные русские разные при том что сперва там же была большая колоссальная просто вот катастрофа когда выяснилось что украинцы не хотят в одном зале с русским и организаторы этих выступлений уговаривали объясняли но в общем все сидели все сидели мирно мне удалось как бы стать тем объединяющим магом который на секундочку отключил взаимные чувства дело не в этом я тебе могу сказать я смотрел на этих людей я очень опытный опытный лектор очень опытный выступатель и поэтому у меня всегда есть время и возможности поразглядывать глаза я видел какой силище эти люди которые сумели преодолеть притяжение россии сумели преодолеть вот это вот притяжение вот знаете этот стульчак на нем сидели наши деды и прадеды и мы должны на нем сдохнуть люди которые совершили поступок наверное самые главные в своей жизни я не стал им там этого говорить что того что я восхищаюсь их силой просто чтобы не выглядеть подлизи но тебе я это могу по большому секрету сказать что они действительно нашли себя они совершили предельно отважный поступок они изменили самое главное в россии никогда человек при любом строе в любых условиях в любых ситуациях не будет и не сможет чувствовать себя спокойно потому что когда ты отвернешься россия укусит тебя в спину либо воткнет тебе туда в позвоночник нож я увидел вот этих вот русских которые это осознали и которые уехали искать себя уехали искать справедливости уехали искать воли я вижу что все они устроены да это очень тяжелое это но это стоит того в россии вот кем вы не были кто бы вы не были ваше благополучие ваша семья ваш бизнес карьера судьба в любую минуту могут быть раздавлены лапой очередного путина а там это абсолютно исключено россия ведь чтобы нам не говорили очень храбрые но очень близорукие политические люди россия никогда не будет ни свободны и не счастливы и поэтому я полагаю что скорее всего конечно да надо уезжать александр глябович скажите вот с учетом всего того что вы видите анализируете чувствуете когда украина победит когда ну я ловлю себя на мысли что у меня даже формулировки нет когда закончится война и кстати вот все украинцы именно так и разговаривать никогда даже если украина вы должны это принять украина победит украина в том формальном смысле который вы вкладываете в эти слова зачистку своих территорий она безусловно победить потому что это действительно уже дело чести всего цивилизованного человечества окоротить безумца вышвырнуть безумца который приперся со своими оккупационными амбициями и со своим бредом о том что он имеет право решать судьбы народа решает право имеет право решать кому жить и кому умирать вот это да он будет он будет выдавлен но мы видим даже вот по этой косвенной такой смешной примете у медведчуков которого начал всерьез играть кремль всерьез до какой раз те же грабли совершенно верно до какой степени он этот кремль туп до какой степени он будет продолжать долбить своим ржавым ракеты видным носом этот бетонный стол мы понимаем что он неизлечим и что даже вот та формальная победа военная победа украины который неизбежно просто уже абсолютно неизбежно она не принесет в мире желаемого облегчить и что я неплохо изучил украинцы и вижу что ну вот просто на пол у меня очень много теперь друзей и вижу что конечно вы реально очень сердобольные украинцы настоящие реально ну я не настоящий поэтому я могу говорить там настоящие приобретет по паспорту очень сердобольные люди очень и все то что говорится там о русской сердобольности о готовности сопереживать вот это все миф и обман и глупость и ложь мы в этом убедились на примере события этой войны когда несчастье соседнего народа вызывали дикое злорадство а несчастье скажем так других народов злорадство еще более сильное а ну я понимаю прекрасно что тем не менее вот это вот мирность как ни странно несмотря на все казачье боевое прошлое мирность сегодняшней украины и ее способность сопереживать она не позволит чувствовать себя комфортно видя происходящее в россии то что будет происходить то на что россия обречена поэтому не ждите облегчение александр леонидович но то что вы говорите вот к чему вы ведете так это тогда надо заканчивать взятием москвы как свое время взятием берлина и и и дальше со всеми вытекающими смотри врата бедствий врата бедствий открытые и ты слышишь топот этих бедствий мы ничего не можем предсказать о том как это будет происходить и где это должно закончиться мы понимаем что у запада у которого тоже находятся важнейшие коды от этой победы и ключи от этой победы в виде оружия прежде всего которая так нужно украине у запада свои представления о том как должна выглядеть причем эти представления очень далеки от наших стабу от красивых представлений о желто-голубом флаге над кремлю поэтому давай не будем забегать вперед мы наверное обсудили все таки самое главное но напоследок потому что у меня там я себе написала всяких вопросов на весь план пошел в тар тарары потому что вас с вами очень приятно всегда проводить интервью потому что готовится не надо в очередной раз просто надо сесть и слушать умного умного человека я два маленьких я поспорил бы я ведь свое время вывел формулу и вывел очень точное определение что такое умный человек ты знаешь олесь я не подхожу под это свое собственное определение но надо сначала посмотреть что вы там за формулу вывели а потом подставить можно сделать в прямом эфире теста я думаю это всем знаешь я буду я думаю что я буду опозорен не может быть такого уточнение с учетом того что вы сказали война а победа войне а именно ну давайте пока ограничимся освобождением всех украинских территорий мы ждем это в двадцать третьем году или вы думаете что это может это произойдет в этом году это будет тяжело это будет кроваво это будет все равно напарываться на готовность путина заваливать трупами и заваливать старой техникой и мобилизовывать все это будет очень тяжело но это вероятно произойдет именно в этом году другое дело что вот это этот этап еще не будет решающим вот есть в мире один человек один за раз такая один человек который может примерно но 500 миллионам человек либо испортить настроение либо исправить причем может порадовать так как никто не может порадовать фамилия этого дяденьки залужный да то есть то что он сейчас молчит я уже говорил что к числу его достоинств относятся его дикое коварство проводят должен быть коварен полководец должен быть непредсказуем этот же не штабной идиот герасимов который полтора часа с штанги одевает фураж перед зеркалом это совершенно другого типа человек это человек действительно человек войны поцелованный марсом в колыбель и что ждать от залужного вот в том-то и дело что никто не знает что можно ждать от залужного он абсолютно непредсказуем и внезапен так как и должен быть настоящий полководец он знает свое ремесло и он может нам либо всем либо всех нас вернуть в глубочайшее уныние либо вот прям вот заставить пуститься в пляс я уверена что он нас порадует так что все будем открывать шампанское и пить заложным нам повезло да ну вам много с кем повезло да в первую очередь народом с вами конечно но вы же вы же сейчас часть украинского народа александр глибович поэтому когда я говорю с украинским народом нам повезло то есть украине повезло со своим народом потому что народ все эти годы становился главным гарантом того что украина во первых сохраняется независимой правовой свободной и демократической страной и вот это вот ощущение несправедливости и правный не как-то стремление к свободе она двигала всегда превыше вообще всех других даже каких-то меркантильных вот интересов в украинцах это же ощущение и на майдан и заставляла выходить а я там в начало вот когда у вас начался майдан и вот тогда я уже понял что я по уши влюблен в украину вы тогда поняли что вы тоже чуть-чуть украинец но я понял что я по уши влюблен александр глибович короткий вопрос короткий ответ потому что вот интересная очень новость я думаю что вы ее с удовольствием прокомментируете владимир кличко сделала обращение к президенту мог а он сказал очень такая яркая цитата у русских золотая медаль за депортацию детей изнасилования женщин вы не можете поместить свою олимпийскую эмблему на эти преступления потому что станете соучастником этой отвратительной войны но я уже сказал вчера в вечернем выпуске обзоре своего новостного телеграм-канала что война заточила всех до необыкновенной остроты и кличко оба кстати превратились в блестящих ораторов и в очень хороших формулировочек я мог ожидать чего угодно но только не но тем не менее мы видим до какой степени точно красиво и бесконечно образно все было сказано и я действительно тут честно говоря не вижу ни малейшего смысла делать снисхождение российским спортсменам потому что в любом случае спорт это некая забава это некая демонстрация престижа и возможности страны и допускать что бы то ни было сейчас российская пока россия является активным участником международного тяжелейшего кровавейшего подлейшего преступления конечно нет никакой возможности и разумеется если есть хотя бы малейшие представления о респектабельности у всех остальных стран которые могут участвовать в олимпиаде если там будут участвовать подданные путина то туда нельзя ехать александр глибович спасибо вам за этот разговор и сказал а как там дима все нормально все в процессе и всегда можно посмотреть как и чем он занимается в режиме фактически онлайн ежедневном если подписаться на наши ютуб каналы как минимум это в гостях у гордона дмитрий гордона и на мой канал олеся бацман поэтому мы все выкладываем туда и и все там видно вам от него большой привет да и ему тоже чмок не его высенку как полагается да традиционно ну и давай тогда сегодня уже заканчивать слава украине героем слава живее беларусь которая тоже мучается и терзается в том кошмаре там кстати очень смешная была штука ты видела да как приветствовали лукашенко как он трактор подарил этому и трактор это не важно дело в том что в зимбабве есть племена вот основные племена основные народности которые составляют костяк зимбабве у этих племен а существует официальный культ вампир то есть не то что вот да 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 зимбабве это единственная страна мира в которой официально на государственном уровне признается существование вампиров нет ну ты вот я не понимаю что ты там сводишь свои красивые брови открой интернет да посмотри там все про культы вампиров в зимбабве они чокнутые на вампиров у них есть специальные дни у них есть специальные ритуалы и тут тут им сообщили за день до приезда лукашенко по местному радио что прилетает приезжает один из главных вампиров мира который высосал кровь из целой страны именно с этим и было связано все народное ликование так лукашенко теперь официальный с удостоверением вампир но удостоверение там ему не дали в зимбабве поделиться вот зимбабвийцы они вампиров очень любят но поделиться они могут только одни но другое дело что делятся они очень щедро практически каждый кто посещает зимбабве может увести с собой частицу спида потому что не больных спидом не больных спидом в зимбабве нет вот если достигнута половая зрелость а там она приходит по моему в семь лет то уже есть какой ужас это одна из самых спидоносных стран африки понятно понятно теперь главное чтобы лукашенко побыстрее с путиным встретился причем в интимной обстановке именно но все олесенька давай уже давай уже закругляться а всем зрителям сред я передаю большой привет от шамана саши добышов которые продолжают все равно держать в принудительной психушке я думаю что мы в ближайшее время встретимся и какие-то перемены которые вот из этого вот все равно согласись некий момент перегорания некий момент утоплю утомления мы чувствуем всех людей вокруг нас так вот мы по-прежнему бодры и по-прежнему готовы но очень многие демонстрируют это выгорание и демонстрируют уныние и именно к ним я обращаюсь и я беглый каторшник со сроком восемь лет за рассказ о преступлениях россии в украине обращаюсь и прошу никого не вешать нос ни в россии ни в украине александр глибович спасибо вам большое с удовольствием сегодня мы с вами я думаю к удовольствию наших зрителей до поговорили в эфире отлично алесенька счастлива спасибо пока